Борвинок малый Борвинок используется для лечения заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы, расстройств координации движений, остеохондроза, сложных патологий носа, горла, ушей. Борвинок особенно ценится тем, что лечит такое трудно излечимое заболевание, как лейкозы, тарак крови, болезни крови и головного мозга. С лечебной целью используют наземную часть растения, стебли, листья, сеть. Растение ядовитое, требует внимательно и осторожно обращения с ним. Соблюдать нужно обязательно дозировку. У нас комоз 60, есть такие проблемы, это болезнь нашей гипертонии. И чтобы снизить быстро давление при гипертонии, нужно смочить кусочек ткани 5-6% яблочным уксусом или обычным 9% на 1 треть разведенной водой и приложить к ступням ног на 5-10 минут. И давление сразу же снизится. А если на вашем участке растет вот такой барвинок малый, вот как у нас я показываю красоту, после дождик он немножко, правда, сник, вот у меня полностью дорожка устла на этим барвинком. Можно 1 столовую ложку вот этой травы, барвинка, залить 300 мл кипятка, варить 15 минут, настаивать 1 час и затем пить по 100 мл 3 раза в день. При головной боли очень хорошо помогает гипертонии, спазмов сосудов головного мозга. И этот вот цветочек, не только вот сам лист, вот этот очень хорош, вот листочек, но и сам цветочек очень даже помогает при головной боли, при гипертонии. Поэтому, если у кого есть такой кладезь на садовом участке, нарвите и пейте чай, и будете снижать давление без всяких таблеток, без всякой химии. Все цветочки стали бледные, а листики еще остались зелененькие. Барвинок прекрасно смотрится вдоль дорожки и на переднем плане, где цветочек на примерном позиции есть. А выросший на краю подпорной стенки, вот как у нас было в прошлом году, мы ее убрали, он красиво не спадает снизу. Ну и у нас вот здесь, вот видите, он спадает, ну это здесь яблони уже отцвела, побросала свои лепесточки. Он у нас вот по бордюру, то есть я покажу здесь, вот, как видите, бордюр, и он у меня свисает полностью, вся дорожка у слана вот этой красавицей. Зеленой листвой и этими цветочками. Самый простой и эффективный этот способ размножения, это укоренить, можно укоренять отводками. Делать это можно в течение всего лета, конечно, в пасмурную погоду он лучше, конечно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!